Музыка Привет, я Саня Кулинич. Скоро, совсем скоро не успеете оглянуться, как будут бить куранты. А я хочу достойно подготовиться к Новому году. Я хочу сделать самогон из духа Нового года. Ну не из елки, конечно же, а я сделаю самогон из мандаринов. Попробую получившийся напиток и в конце видео, естественно, накидаюсь. Я купил 6 ящиков по 6 килограммов мандаринов. Мандарины нужно почистить от кожуры. Одолжил соковыжималку у соседей и приступил к выжиму сока. В одну сторону идет сок, в другую сторону летит жмых и косточки. Достаточно влажная выжимка. С помощью винтового пресса довыжимаю остатки сока. Переливаю очень сладкий сок в бутыль. Получилось примерно 15 литров. Рефрактометр показал, что в соке 11 брикс. В литр сока добавляю немного горячей воды. И засыпаю 15 граммов винных дрожжей Angel, которые я приобрел в интернет-магазине Solid Plus. Также вы там можете найти концентрированные соки в ассортименте. И не мучиться, как я с мандаринами. Ссылочка, естественно, в описании. Разброженные дрожжи заливаю в бутыль и ставлю гидрозатвор. Как и в случае с дыниевым соком, эти дрожжи активно бурлили в течение суток. На вторые слегка побулькивали. И на третьи брага осветлилась. Ну а для начала я хочу испытать самогонный аппарат Budgetich от Сан Саныча Самогонщикова на простой сахарной браге. Конечно, она не такая простая. Когда я делал ром, у меня осталось 50 литров борды. И я снова засыпал туда 10 килограммов сахара и всыпал турбодрожжи. Вот почему она такая темная и пахнет миласой. На мощности 3500 ватт нагреваю куб самовар с одним барашком. Гоню с саргой и вертикально расположенным холодильником для меньшего расхода воды. Через 37 минут в кубе, 70 градусов, и я подаю воду. Через час от начала нагрева самогон идет струей. В итоге еще через 2 часа я набрал 7 литров ароматного самогона. Перегнал оставшуюся брагу. Всего у меня получилось 12 литров 40 градусного спирта сырца. Приступаю к дробному перегону. Нагрев на полной мощности. Заполняю дефлегматор и холодильник водой и отключаю воду. И только на 70 градусах включаю ее снова. В дефлегматор подаю на полную. В холодильник не сильно. На встроенном в царгу узле отбора термометра не предусмотрено. Поэтому отследить повышение температуры в царге не получится. И поэтому при достижении 80 градусов в кубе снижаю нагрев до 1200 ватт. Температура в колонне меньше 30 градусов. И теперь приоткрываю кран на узле отбора и добиваюсь покапельного отбора голов. Почти 3 часа я отбирал 470 миллилитров голов. Закрываю кран на узле отбора. И добавляю мощность до 2000 ватт. Начинаю уменьшать подачу воды в дефлегматор до того, чтобы верх дефлегматора стал горячим, а низ оставался холодным. И наверху температура начала расти. И в итоге устаканилось на 78,6 градуса. И вот такой струей идет самогон. Напомню, это второе дыхание самогона из меласы. И поэтому 91 градус вполне приемлем. И аромата гораздо больше, чем было при крепости 94 градуса. Набралось 2 литра и температура снизилась до 78,5 и далее до 78,3 градуса. Без ущерба в скорости. Итого я набрал 4300 миллилитров уже 93 градусного спирта. Потому что еще к концу отбора температура снизилась до 78,1. И реально градус повысился. Я не знаю, как это получилось. Реально именно вот так сработало. Аппарат до конца не требовал регулировки. Он сам выбирал нужную температуру. Ну а аппарат бюджет от Сан Саныча вы найдете по ссылке в описании. Аппарат реально дешевле топовых своих собратьев. Имеет встроенную в царгу узел отбора. Но при этом имеет полноценный, ничем не урезанный куб с крышкой с одним барашком. Имеет швы абсолютно невидимые, но изнутри выполненные с поддувом. То есть идеально проваренные швы. А визуально вы видите просто идеальную монолитную царгу. А во время дегустации я вам расскажу условия розыгрыша. Этого аппарата. Ну а теперь приступаю к перегону мандариновой браги. Аккуратно переливаю из бутыля мандариновую брагу. Чтобы попало меньше нифилей. Гоню на полной мощности. А вот такой подстил меня устраивает. Так как горловина находится на краю крышки. То и холодильник стоит вертикально. И шкафчик или вытяжку можно обойти. После 70 градусов в кубе подаю воду. И на 94 градусах пошел самогон и прекрасный цитрусовый аромат. На 99 градусах в кубе закончил перегон. Всего за час с учетом перегона я набрал 2,9 литра 27 градусного самогона. Ну давайте скорее перегоним ароматнейшую самогонку второй раз. Царга заполнена медной РПН. На мощности 3500 ватт не успел оглянуться как сырец разогрелся. И температура в колонне поползла вверх. Нагрев снизил до 1200 ватт. И подача воды в дефлегматор на полную. Минут 15 прогревалась колона. И далее я отобрал около 70 миллилитров голов. Это с запасом. Выставил мощность 2800 ватт. И самогон пошел струей. Температуру я особо не контролировал. И вот просто так я набрал пол литра мандаринового самогона. Ну а крепость на такой мощности и без контроля получилась в 80 градусов. В итоге разбавил все пополам и получил литр 40 градусного ароматного самогона. Ну с приступим к дегустации. Вот он самогончик. Ну цитрусовый запах. Это сразу чувствуется. Я могу даже сказать, что вот есть парфюмированная вода, мужская частенько, с ароматом цитрусовых. Вот напоминает. Вот напоминает именно такой вот и спирт, и мандарин. Вот что-то вроде вот этой туалетной воды или парфюма. То есть цитрус есть. И я бы не сказал, что это тонкий запах. Ну потому что сегодня я решил немножечко почудить. Потому что ароматы нам из такого продукта будут не лишними. Однозначно. Ну давайте за дух Нового Года. Мягенько. Мандариненько. Хорошо. Очень хорошо. Мне говорили, что из мандаринов получается фигня. Фигня получается только в том, что получается очень мало. Я рассчитывал, что я получу литра полтора 40-градусного продукта. Но видимо пошло что-то не так. Ну, возможно, у меня просто вышло мало сока с этого количества. Потому что принеся мандарины домой в тепло, они махом начали гнить. То есть много, наверное, с пол ящика пришлось выкинуть. То есть уже отход. Ну и естественно соковыжималка с одной стороны вроде бы неплохо выжимала. Жмых был мокрый. Но и с прессом тоже такой момент, что я не дожимал. Я не довыжимывал его, так скажем. Но в скором времени я обзаведусь всеми известной хорошей соковыжималкой для нового проекта. И будет все норм. Ну а закусывать я буду тем, что оставляют в холодильнике на Новый Год. И в итоге я вот немножечко украл икорочки. И сегодня буду, не дожидаясь Нового Года, закусывать вкусняшку вкусняшкой. Особенно когда еще багет домашний вкуснейший. Не замените, что я перед вами лакомлюсь такой вкуснятиной. Ну а теперь пришло время объявить условия розыгрыша самогонного аппарата Budgetage. По ссылке в описании вы можете полностью увидеть его характеристики. Это 2-дюймовый аппарат с 37-литровым кубом. Ну, в полной комплектации. То есть все вы на сайте увидите. Условия таковы. Подписаться на мой канал. Либо вы уже подписаны, считайте все уже выполнено. Естественно поставить лайк, лайк, лайк. Не забываем ставить всегда лайк. Подписаться на канал Сан Саныча. Обязательно. И естественно сделать репост в любую соцсеть. В данный раз в любую соцсеть, какой вы любите пользоваться. Сделать репост этого видео. И в комментариях указать профиль на страницу той соцсети, куда вы сделали репост для проверки. Естественно ваш профиль как на YouTube, так и в той соцсети должен быть открыт. Иначе я не смогу проверить выполненные условия. И вы, как говорится, пролетите как фанера над Парижем. Так что давайте, за удачу. Давайте. Итоги розыгрыша 28 декабря в прямом эфире. Давайте. За удачу. Я надеюсь, что кто-то скоро выиграет этот аппарат. Вот то, что я обычно говорю, что тонкий должен быть вкус в самогоне, я от этого не отступлю. Потому что этот вкус вот на второй раз уже, вот как ни крути, для меня уже такой более навязчивый. Его много, но и в то же время никакого там сивушного вообще нету. Потому что все-таки это фруктовый был абсолютно сок, мандариновый. Причем достаточно сладкий, потому что я попробовал обязательно сок. Он был сладкий без добавления сахара. Ну и сахара это я не добавлял. Конечно, вы можете сказать, зачем, надо же было сахара добавить. Но сахар бы как раз таки привнес сюда вот эти сивушные вот эти запахи. Дрожжи бы мучились бы, используя свои какие-то ферменты, чтобы расщепить этот сахар. А в данном случае винные дрожжи Angels творили просто чудеса. Я не устаю ими удивляться. Они просто за сутки съедают этот весь сахар с этого сока. Потому что в принципе да, его же там мало, зачем нам его долго держать. Вот. Ну а вам так скажу, сахар они съедают реально в ноль. Реально. Какой там есть. Если бы конечно добавляли бы другого, ну то есть обычного сахара, то наверное конечно у нас гидромодуль был бы конечно, уже были же к стандартному. И скорость брожения у нас бы конечно увеличилась. Но в этом-то и в принципе и прелесть. Когда у вас например есть куча-куча тех же мандарин. Вот у нас подписчик Grinia Hodus как-то тоже сделал 200 литров браги из мандарин. Так он вообще любитель на дикарях все это ставить. Так что это ссылочка кстати на его канал в описании. У него там есть несколько интересных видосиков. Рекомендую. Вот. Ну и давайте закусим теперь уже мандаринкой. Мандаринку. Мандаринка я тут заблаговременно очистил, чтобы тут в кадре не мучиться. Ну. А какая мандаринка классная после самогона. Мандаринового. О. Это да. До этого мандаринку кушал, она не такая мне казалась сладенькой. Давно я не пил за друзей. Кто бы мог подумать, что с возрастом друзей новых заводить все сложнее и сложнее. Ну и сейчас у меня открылся большой простор. У меня появилось очень много подписчиков. Много. Много новых друзей. С некоторыми я уже начал встречаться. Как например в прошлом видео вы видели встречу в Череповце. Действительно вот появляются хорошие люди, с которыми можно хорошо общаться. Делиться своими какими-то достижениями, какими-то проблемами. Где человек действительно тебя поддержит. И всего того, что бывают старшие товарищи. Он с высоты своего возраста и мудрости может действительно посоветовать дельные вещи. И я считаю, что это прекрасно. Что мы с виртуального пространства можем перейти в реальное. Даже находясь друг от друга далеко. И быть друзьями и дорожить этой дружбой. Ну естественно да, я хотел бы выпить не только за новых друзей. Но и за своих старых друзей. Которые да, разлетелись, разлетелись по всем своим сторонам. Кто куда, кто за границу ближайшую. Кто за границу далекую. И в Германии, и в США есть друзья, и в России. Так что давайте за друзей. За ваших, за моих. За виртуальных наших друзей. За подписчиков естественно. Давайте. Да, мне ощущение реально. Как будто бы я выпил одеколон мандариновый. Я конечно мандариновый одеколон не пил никогда. Но, так скажем, было дело, пробовал я. Так скажем, пробовал. Случайно на язык. Случайно, да. Кого я обманываю. В общем пробовал. Просто обычный какой-то туалетную воду или парфюм. Вот там в принципе такие ощущения. Вот этот аромат ты ощущаешь на вкус. Который аромат дает, да, парфюм. И спирт. Вот. Но только одеколон он очень горький. А этот мягкий, приятный. Но и с таким вот именно с послевкусием. Как вот происходит одеколона. Ну, как изначально по аромату я его так воспринимаю. Так и тут. Получается цитрусовый какой-то. Ну, я думаю, что в принципе можно его использовать как одеколон. Может быть как спиртовую обработку после бритья. Кому это идет. Ну, не знаю. Ну, ну. Ну, конечно, это кощунство. Нужно это пить. Вот еще один такой деликатесик. Бекончик. Это шейная часть. И тоже очень вкусная. Которую бы стоило оставить на Новый год. Аппарат бюджетовщик себя показал в принципе не таким уж и бюджетным аппаратом. Ну, и конечно, я бы не сказал, что у него слишком маленькая стоимость. Ее нужно сравнивать именно с топовыми и средними аппаратами именно от Сан Саныча. Естественно, в других брендах там свои цены, своя ценовая категория. Но здесь действительно мы видим значительное уменьшение цены. Если взять Megahard SS3 с узлом отбора, то есть дополнительно докупленным, то аппарат может выйти в 28 там с лишним тысяч. Здесь же мы имеем такую значительную, значительный дисконт. Ну, и поэтому я хочу выпить за Александра Александровича Сопраненкова. Сан Саныча Самогонщикова. Хочу сказать ему спасибо большое за то, что он предоставил мне и Megahard, и Budgetage. Чтоб я узнал действительно и какие аппараты могут быть максимально топовыми у этого производителя. И уже поменьше в цене. То есть действительно все эти аппараты сделаны достойно. Но особенно я не перестаю, не перестаю восторгаться именно качеством. То есть вот эта вот пескоструйная обработка внутренней части холодильника и дефлегматора. Матовая шлифовка всей стальной поверхности, которая, правда, вот какие-то мелкие царапины появляются, они просто сливаются вообще на фоне всей этой шлифовки. То есть в отличие от зеркальных, я всегда на зеркальных вижу эти царапины. Они меня просто, ну, мне неприятно, потому что я где-то расколотил, блин, эту царгу или дефлегматор об какое-то другое железо, и оно стало таким зацарапанным. Ну, просто неприятно. Здесь же мы можем вот это вот надолго иметь. Мы будем иметь аппарат как новеньким очень долгие годы. Ну и, естественно, бесшовная вот эта система, которая отличается от всех других производителей. Как я и говорил в обзоре на Мегахард, что аппарат мечты, да, действительно, эстетическое и тактильное удовольствие от этих изделий ты получаешь. Спасибо большое, Сан Саныча, за тебя. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, и не с Кока-Колой, и не с Кока-Кольником, а с мандаринами. Напишите в комментариях, у кого Новый год ассоциируется в первую очередь с запахом мандаринов. Напишите. Я уверен, что люди, которые в советское время провели свое детство, да, у всех как раз-таки это ощущение должно быть. Не знаю, в моем детстве все-таки, наверное, был не мандариновый аромат Нового года. Я больше, наверное, склонялся, может быть, к вкусу шоколада, к запаху шоколада, да. Потому что, как бы, кулек с шоколадками, с конфетками, это как-то больше было для моего детства. Вот, ну, а дальше уже позже еще, и, естественно, реклама с едущими фурами, с Кока-Колой и с Дедом Морозом. Ну, праздник к нам приходит. Это, это, это да, это вот такое мое. Напишите, какой, какой ваш дух Нового года, запах Нового года, ассоциация вообще, с чем у вас идет. Вот, видео выходит, естественно, не прям под Новый год, но давайте, давайте с этого дня, с этого вечера, не знаю, когда вы смотрите это видео, Пусть у вас будет новогоднее настроение, и, ну, сохраним это все до Нового года и на все новогодние праздники. И не забывайте, что на канале в декабре 2018 года идет месяц розыгрышей аппаратов. Да, ни много, ни мало. Ну, и 28 декабря в прямом эфире мы разыграем все эти аппараты. Ну, и там ближе к этому числу будет еще один сюрпризик. Так что, следите за каналом, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик не забывайте, следите за каналом, смотрите все мои видосы. Не забывайте, что у меня много разных видео, не только просто о самогонах, а о каких-то известных, например, типа джина, виски, бурбоны и все такое. Посмотрите все эти видосы. И действительно, на стримах я частенько отвечаю на какие-то вопросы, и многие люди почему-то не знают, что у меня на канале много было видео, на которых есть ответы. Причем, в каждом видосе есть какие-то технические моменты, как, например, в том же джине мы использовали быстрый отбор голов. То есть, это тоже для некоторых будет интересно, кто имеет подобное оборудование. Поэтому, следите за моим каналом, смотрите все видосы, которые есть, пересмотрите, освежите память, может быть, что-то вы забыли посмотреть. Колокольчик, обязательно колокольчик, это вот прям вот надо, потому что с уведомлениями проблема. И давайте за вас, мои дорогие подписчики, и за то, чтобы действительно скоро кто-то выиграл хороший самогонный аппарат. Давайте, за вас! Ой, запах! Да, это мандариновый, это мандаринка, она здесь откровенная, она здесь не тонкая, не скрытая, полностью выдает себя конкретно. Здесь не нужно прислушиваться, принюхиваться, пытаться различить, что же это за привкусы, я ощущаю честное. Честный мандариновый самогон. Ну, я думаю, что многие и не сомневались в этом. Закусим, закусим. Ну, а теперь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте и Инстаграм. Все необходимые ссылочки в описании. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!